День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин. И мы поговорим сейчас об информативной кампании. Видишь рельсы, встань на паузу. Уменьшается действительно статистика несчастных случаев, связанных с травами и трагедиями, которые происходят на неправильном прохождении всевозможных железнодорожных переездов. Но, тем не менее, есть печальные примеры и в этом году, когда люди очень невнимательно идут и не смотрят по сторонам. И вот обо всем этом, о целях кампании, о том, как сейчас пытаются бороться с такого рода нарушителями, мы поговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи главный технический инспектор Латвий Зелцельши Дайнис Званерс. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Насколько мы понимаем, кампания, вот это видишь рельсы, встань на паузу, призывает максимально обращать внимание на происходящее на, в общем-то, железнодорожном палатне. Никаких новостей в смартфоне, никаких переписок, никакой музыки. Смотри в оба и аккуратно иди и пересекай, да? Насколько часты случаи вот этого безрассудного поведения? И кто чаще так себя ведет, подростки или люди в возрасте, или этим грешат и те, и другие? Ну, я думаю, что этим грешат и те, и другие. Мы такую статистику, ну, как бы не имеем, не ведем, не считаем, не стоим рядом с пешеходным переходом, например, и не считаем, сколько людей его пересекают с гаджетами в руках или с наушниками на ушах. Но мы видим после последствий, что имеются такие случаи, когда потерпевший, ну, пользовался или телефоном, или наушником. А как часто происходят сами случаи несчастные? Ну, в этом году, например, уже 15 случаев имеем. Но я хотел немножко поправить, они не на пешеходных переходах и переездах, они, наоборот, в основном на местах, которые, ну, не предусмотрены для пересечения железнодорожных путей. То есть эти люди изначально нарушали правила, пытаясь пересечь железнодорожные пути вот в тех местах, которые не предназначены для этого, просто пытались сократить путь, шли через пути, ну, просто напролом. Правильно, в основном так. Так, и еще одна категория людей появляется в последнее время, которые пытаются то ли покататься, то ли куда-то уехать на подвижном составе снаружи, которые, ну, пытаются за него зацепиться и проехать какое-то расстояние. И это, конечно, не всегда кончается успешно. То есть, как вот показывают в каких-то фильмах в Индии, подбежал, уцепился и поехал дальше? Да, да, к сожалению, есть такие случаи, и как травмы получают люди в результате этого, например, стопа отрезана, так нога, так и полностью летальные. Это совсем означает ума, конечно, не иметь. А кто несет ответственность административно, уголовно, какую-то другую в этом случае? Ну, ответственный, конечно, сам человек, который, ну, принимает такое безрассудное решение так делать. Поэтому мы и делаем компании свои, и хотим напомнить человеку, что, ну, думай о безопасности сам прежде всего, да? И ведь ничего такого сверхъестественного не требуется для этого. Для этого требуется немножко внимания и отложить в сторону, как и говорится, видишь рельс и сделай паузу. Это значит, отложи в сторону телефон, сними наушники, капюшон, мысли свои, да, концентрируй на том действии, которое сейчас будешь делать, то есть пересекать железнодорожные пути. Убедись, что не приближается поезд, и все будет хорошо, ничего твоей жизни угрожать не будет. С развитием, с увеличением количества, точнее, велосипедистов и людей, которые используют электросамокаты, стало ли больше несчастных случаев с использованием этих средств передвижения? Такие случаи появились, я бы так сказал. С самокатами инциденты есть, так же, как и на улицах мы видим, так же и вблизи железной дороги. Есть и люди, кто погибли на самокате, есть самокаты, которые просто кинуты на рельсы и оставлены. Так что появляются такие случаи. Они не очень много, но есть. А как правильно действительно пересекать на самокате переезд? То есть нужно ли сходить с самоката, его катить рядом или можно проехать? Ну, такого жесткого правила, что сходить нету, но это здравый смысл говорит о том, что ты должен выбрать такую скорость, чтобы ты успел до пересечения убедиться о том, что поезд не приближается и что пересекать можно, что это безопасно, если надо, вплоть до остановки. Но это решение должен принять сам водитель этого средства, да? Ну, в принципе, несложно слезть и перекатить. Никуда не опоздаешь ты за эти пару секунд. Ну, конечно. Подошел, подъехал, посмотрел в одну сторону, посмотрел в другую сторону, убедился, что не приближается поезд, пересек эти самые пути и поезжай дальше по своим делам. Ну, в чем проблема, казалось бы? Но Даня сказал, что даже паркуются на рельсах, ну, это вообще идиотизм. В принципе, пора регулировать как-то эту сферу. Потому что это же угроза просто вообще безопасности поезда. Ну, честно говоря, хамство пользователей вот этих всех болтов и прочих приложений, электросамокатов, оно начинает доставать. Потому что бросают где угодно, посреди проезжей части, посреди тротуара. Ну, вообще, ну, мне, в принципе, сложно себе представить, что должно быть в голове у человека, чтобы бросать, где попало. Ну, это откровенно, я считаю, хамство. И давно пора регулировать, может быть, даже штрафовать через эти самые приложения. Они же, в конце концов, получают фотографии. Ну, там, завершаешь поездку, ты должен прислать фотку. Да, вот, припарковался. Причем в правилах везде... Да, насколько я знаю, там, совет по безопасности, или как он правильно называется, за это дело взялся и регулирование создается. Но поначалу, да, его не было, и действительно, даже толком не было пунктов, которые считать нарушены. А есть ли какие-то, возвращаясь к теме железной дороги и безопасности, и молодых людей, не знаю, встречи со школьниками, может быть, там вот превентивные меры. Полиция, например, у них есть какие-то там ростовые куклы, они проводят уроки безопасности в младших классах. Железная дорога как взаимодействует со школами, может быть, даже с детскими садами в этом ключе? Да, мы работаем в этом направлении. Уже лет 20 на сайте dzirde.dzivo.lv указан телефон, где можно сделать заявку, и наши специалисты выйдут на школу и проведут урок безопасности со школьниками. Мы это делаем уже много лет. Поначалу мы сами находили контакт со школами, да, но сейчас спрос довольно большой, и так же и продолжаем, и будем продолжать это делать, потому что, ну, пока человек молодой, он более восприимчив, и это надо закладывать, ну, уже изначально понимание безопасности, от тех последствий, которые могут быть, и я думаю, что это работает, потому что детей и юношей среди потерпевших мало. В этом году нет ни одного, ну, бывает по одному, по два случая год, или ноль. В основном потерпевшие – это люди 30, 40, 50 лет, ну, которым вроде и все, и ума должно быть, и опыта в жизни хватать, и тем не менее случаи бывают. То есть получается, что в 50 лет люди прицепляются к поездам, или здесь вот больше подростков? Ну, 50 лет, может быть, и не прицепляются больше молодые, конечно, но среди потерпевших в основном 30, 40, 50 лет и мужчины, подавляющее большинство – это мужчины. И если проанализировать случаи в этом году потерпевших, то основная часть, представляете, лежали на пути, на рельсах лежали. Ну, это связано как-то с алкогольным опьянением, с наркотиками, со здоровьем. Это явно связано и с алкоголем, или наркотиками. Но мы не имеем абсолютно точных данных. Не всегда мы получаем, ну, такую справку, что он был в алкогольном опьянении. Я думаю, что у полиции это, может быть, и есть, потому что они тоже делают свое расследование. Но мы по косвенным причинам, по поведению, или вот по саму факту, что человек лежит рядом с рельсами, или прямо на рельсах, но, я думаю, трезвый человек такого, ну, трудно вообразить, чтобы делал. Насколько вообще вот железнодорожный транспорт в черте города регулируется? Ну, то есть я имею в виду скорость его прохождения вот по городу каких-то мест, где могут походить люди. Ограждаются ли вообще вот железнодорожные пути от искушения просто срезать дорогу, чтобы, ну, вот перейти, переступить через рельсы? Да, у железнодорожного транспорта нет такого правила, как автотранспорту, что в черте города другая скорость. Скорости устанавливается, ну, из других критериев. Они разные в городе, может быть, и до 120 километров в час, ну, может быть, и 60 километров в час. Это другие критерии для скорости. А места, да, мы понимаем, что ограждение, ну, снижает риск попадания человека на рельсов, поэтому стараемся ограждать территорию, кое-что уже сделали. И сейчас у нас буквально в финишной стадии закупки один проект, который предусматривает больше 30 километров пути, что будет ограждено. Я надеюсь, что этот проект пройдет в это сложное время, пока есть все надежды. И если все будет успешно, то в течение следующего года мы его реализуем. А даже простые ограждения, которые просто не дают проехать, например, на велотранспорте без остановки через переезд железнодорожных путей, просто я помню, что в районе станции Мангали произошел трагический случай, когда мальчик погиб под колесами поезда, он просто, не останавливаясь, ехал на велосипеде и, ну, не заметил, не успел заметить приближающийся поезд. И вот тогда уже установили после этого специальные заграждения, которые, ну, ты должен объехать, и просто ты не можешь проехать на полной скорости. Ну да-да-да, как минимум такие, я знаю точно, сам ездил на Брасе и в Имонте под путепроводом, тоже на железнодорожных путях стоят. И в какой-то момент тоже можно было ходить насквозь, ты назвал это великое искушение, под воздушным мостом на Бриебас. А потом тоже поставили, нельзя теперь пройти, надо через мост идти. Очень правильно, я считаю, сделано. Ну, вы знаете, эти так называемые лабиринты, у них несколько, как бы, назначений. Во-первых, обозначить это место яркой краской, да. Во-вторых, особенно неэффективны там, где есть двухпутка, где два пути, и поезда по одному пути едут в одном направлении, в другом по другому. Тогда этот человек, как бы, поворачивается лицом перед выходом на путь, в ту сторону, откуда будет идти поезд. Ну, и третье, да, это сбить скорость тех, ну, тех, кто хочет лететь на транспортном средстве, да. Но правила жесткого, что обязательно остановка нету. Но, как я уже говорил, скорость нужно выбрать такую, чтобы ты успевал убедиться о том, что пересечение безопасно, да. Если нужно, то это ноль. Еще ведь один, я понимаю, фактор с наступлением осени начинает очень рано темнеть и поздно светать. И вот это темное время суток, насколько оно играет вот такую, ну, роковую роль такую в увеличении статистики? Ну, поскольку статистика, ну, как бы, не очень большая, да, 15-16 человек в год, мы не наблюдаем такую прямую зависимость от светлого или темного времени суток. Но из таких логических соображений, ну, конечно, в темноте, в темноте надо быть, ну, еще более внимательным. Но хочу сказать, что поезда тоже ездят с включенными прожекторами, да, с включенным светом. Поэтому это мы сделали, ну, лет, наверное, уже 10 тоже назад. Раньше этого не было. Так что, ну, это тоже, ну, наше действие в сторону снижения рисков. Ну, да, в принципе, чтобы не увидеть поезд или электричку, это надо постараться, конечно. Ну, это надо, чтобы твое внимание было занято чем-то другим, да. Ну, вот мы возвращаемся, да. И глаза заняты чем-то другим. Капюшоны, наушники, смартфоны, все это откладываем при приближении к железнодорожному переезду. Речь только о безопасности и о внимательности. О здравом смысле, в конце концов. Да, что еще включает в себя вот эта компания? Будут ли какие-то ролики на радиотелевидении, буклеты? То есть вот мы уже говорили о том, что в школах там какие-то происходят специальные лекции. Вот в какой масштаб этой компании? Ну, да. Так, как вы и сказали, будут и ролики, и как бы речи в разных медиах. Ну, в этих социальных сетях, наверное. В социальных сетях, да. У нас есть сотрудничество там с некоторыми инфлюенсерами, с некоторыми, ну, медийными компаниями. И везде этот призыв от разных людей, ну, будет звучать. Ну, что ж, удачи в этой информационной, информативной компании. С нами был главный технический инспектор Латвия Сдельсич Дани Званерс. Мы говорили о компании «Видишь рельсы, встань на паузу или остановись, чтобы жить дальше». Очень простой смысл. При пересечении дорожных путей нужно вылезти из смартфона, снять наушники, снять капюшон, поглядеть по сторонам. И только тогда спокойно и медленно пересекать эти самые рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. И делать это, естественно, только в положенных местах, не переходить до пути. Это вообще идеальный вариант. Данис, огромное спасибо и хорошего вам дня. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго.